Наш велосипед может на очень хорошей скорости мчаться, просто надо научиться им управлять. Выдумывать вам уже ничего не надо, вам просто нужно взять на вооружение то, что работает у многих людей, у людей, которые показывают результаты. Можно слушать теоретиков, конечно, но лучше взять опыт тех людей, которые построили свой бизнес, успешные, доходные и легкие. Мы же к этому стремимся. И есть методики, которые работают. И вот смотрите, я на что всегда ориентируюсь. Да, я почему хорошо вас понимаю? Потому что сама хотела этот велосипед свой сконструировать, собственный. И очень долгое время Олега Нижегородцева не слушала. Мне казалось, что это так просто, что не может быть правдой. Что, возможно, это работает у него, но никак не работает у меня. Сетевой маркетинг – это простая система продвижения продукции. Очень простая, просто нужно делать, да, действия. Вот какие действия делать? Это, конечно, вам методы работы под себя нужно подобрать. Но все остальное, то есть метод работы, что значит? Метод работы, значит, как вы будете искать новых людей. Каким методом вы будете искать новых людей. Вот это под себя нужно подобрать. То есть есть большой опыт людей, которые это делают, и здесь вы уже смотрите. Так, хочу работать с косметологами, хочу продвигать свой блог в интернете, хочу прокачивать свой бренд. Хочу, хочу, хочу. То есть то, что вам нравится делать, то, что вы не можете не делать, то, что вам очень и очень нравится делать. Потому что если вы будете заниматься тем, что вам нравится, у вас будет всегда хорошее настроение и удовольствие от процесса. Именно удовольствие от процесса. Но дальше, как только вы находите человека, дальше просто включается система. И работа с человеком, в ведении его тоже есть система. Вот я вам обещала в прошлый раз, что коснусь темы, как рационально, эффективно использовать время, чтобы была и жизнь интересная, чтобы семья ваша не страдала. И чтобы бизнес успешно развивался. Мы же ведь этого хотим. Но мы не хотим быть такими повернутыми немножко на бизнесе, когда все остальное отступает на второй план, и мы больше ничего не видим и не знаем. Вот у меня тут улыбается одна такая претендентка передо мной. Мы не имеем права делать себе плохо. А когда семья страдает, это плохо. Да, мы делаем себе плохо, когда страдает семья. Когда мы не додаем внимания семье. Либо не уделяем должное время и внимания себе. Поэтому все должно быть в балансе. То есть вообще баланс – это самое главное слово в нашей жизни. Потому что мы все время балансируем между надо – хочу, нравится – не нравится. То есть мы все время балансируем. И вот этот соблюсти, этот баланс в своей жизни, правильно распоряжаться временем – это очень большой навык, и нам нужно этому научиться. Хорошо? Теперь, пожалуйста, отреагируйте. У кого есть ежедневник? Если мы с вами говорим о бизнесе, это необходимая вещь. Это просто крайне необходимая вещь. Если мы говорим о упорядоченности в жизни, даже если это не касается бизнеса, это, ну, если мы хотим, чтобы наша жизнь прошла эффективно, это тоже необходимая вещь. Но это может быть не совсем ежедневник, это может быть список дел на день. Список дел на день. Вы смотрите, вычеркиваете все, что сделали, все, что не сделали, оставляете, распределяете на будущие какие-то дни. То есть управлять временем – это, ну, смотрите, время – это самый важный ресурс в нашей жизни, согласны? Это ценнее, чем что-либо другое. Потому что насколько вы время потратите правильно, то есть потратите, либо проинвестируете, будет зависеть, как вы будете жить завтра. Ну, это же понятно всем, да? Задание номер один, которое я вам даю, обязательно сделать, пожалуйста, если вы хотите результатов. Проинспектируйте себя. Попробуйте сегодня, завтра проконтролировать, куда вы время это спускаете. Хронометраж делайте, пожалуйста, такой. Потому что я часто слышу, мне на это время нет, но не верю этому, вообще не верю. Стоит вам понять вообще, куда уходит ваше время, и вы высвобождаете огромный ресурс для своей жизни, который принесет вам деньги, в том числе. И здоровье. Все пришли сюда, кто хочет развиваться в бизнесе, а значит, люди-делатели, да? Сделаем это? Сделаем. Смотрите, я сейчас не беру в расчет, есть такие моменты в жизни, когда нужно остановиться, посидеть, полежать, погулять, подумать, подождать идей. Это нормально. Вот такие остановки, я считаю, что это, знаете, как перезагрузка. Для меня, например, когда я понимаю, что в голове очень много мыслей, вот я понимаю, что уже рой такой накопился, и я не могу справиться с ними, ну, когда там методика работы с внутренним критиком, или еще что-то, когда можно остановить. Я понимаю, что большой загруз идет. Я убираю это за один день просмотров, с просмотром детективов. Я просто перезагружаюсь, я оставляю все и смотрю что-то такое детективное, где увлечена сюжетом, и все, я как новенькая перезагрузилась. То есть, смотрите, чтобы вот во всем есть крен, ну, бывает крен, да? И чтобы не было этого крена, нужно обязательно к себе прислушиваться. Если вы, например, почувствовали вот это вот, что вы себя загнали, значит, отдыхайте, идите в спа, вообще ничего не делание, это тоже продуктивно. Вы освобождая для себя время, особенно вечерние прогулки, ну, просто музыку послушать, что угодно. То есть, для того, чтобы вам приходили мысли и идеи, нельзя все время, чтобы голова работала. Домашняя работа очень хорошо, когда вы что-то делаете, и вам приходят мысли, да? То есть, вот это вот кажется праздное провождение времени, на самом деле совсем не праздное, это очень эффективно. Ставить в расписание такое время свободное тоже надо, чтобы потом не надо было вылетать на два, на три дня или на неделю. Да, высвобождать каждый день, это нормально, тоже продуктивно. Итак, есть ежедневник как главный инструмент бизнесмена, человек, который занимается бизнесом. Главный инструмент, то есть управление временем. И давайте теперь, вот, хочу вам показать, как его правильно вести. Нарисуем наш путь, то, что я всегда вам рассказываю, да, про эту знаменитую точечку B. Куда мы движемся, да? Понятно, что она отдаляется всегда у нас, да? По-хорошему точка B отдаляется, но либо является промежуточной. Когда мы доходим до какой-то одной цели, мы хотим уже что-то другого, и это нормально. То есть это есть процесс развития нашего, и материально в том числе, да, если мы хотим, чтобы доход рос. Если мы будем получать удовольствие от маленьких шагов, удовольствие от каждого дня, то удаление этой точки нами воспринимается хорошо. Если мы каждый день напрягаемся, и нам тяжело-тяжело-тяжело, то у нас наступает разочарование, что что-то не происходит, чего-то мы не достигаем. Понимаете разницу? Поэтому кому как удобно, тот так и делает. Либо вы ставите промежуточные точечки, маленькие, под цели, достигаете, идете дальше. Либо, если для вас процесс это удовольствие, вот большая цель, которая меняется в зависимости от вас, ну вы меняетесь, цель меняется, и вы просто идете к себе. Так вот, все начинается с этого. И для того, чтобы идти по пути к своей лучшей жизни, мы должны расставить приоритеты в каждом своем дне. Вот ежедневник для чего нужен? Например, 8, 9, 10, 11 и так дальше, и так далее. Ежедневник для чего нужен? Для того, чтобы выстроить вот эти шаги вот к этой цели. Чтобы понять, а что меня продвигает. То есть планировать продвижение к цели через ежедневник очень просто. У вас не будет такого состояния, когда вам кажется, за день-то я ничего не сделала. Правильный ежедневник, как он выглядит? Вот мы открываем дату, и мы планируем день. Что мы, с чего мы начинаем? Вот это действие меня приведет к результату или нет? Если нет, пока оставляем. То есть мы выбираем те действия и ставим, например, 1, 2 или 3, или А, Б, С, неважно. Встреча по бизнесу меня приводит к результату. Поэтому я ее планирую обязательно. Это обязательное действие, потому что я хочу менять свою жизнь. Если я не хочу менять свою жизнь, если меня все устраивает, я могу на это не обращать внимания. Как получится, так получится. Но если мы говорим о другой жизни, это обязательное условие. Что продвигает меня? Это и мое саморазвитие, например. Что еще может продвигать нас по бизнесу? Навыки. Занятия соцсетями, возможно. Может быть, свой бренд прокачать. То есть даже внешний вид, привести себя в порядок, купить какую-то вещь, которая будет меня статус поднимать мой. То есть все, что касается изменений в лучшую сторону меня, если я хочу этих изменений, это приоритет. Это приоритетно для каждого дня. Поэтому мы вот эти вот а или единички, что у вас, проставляем на всех наших делах запланированных в первую очередь. И разносим по времени, когда я это сделаю. Мы берем то, что очень важно для нас, и вставляем это уже конкретно в график. Например, встречу я буду проводить. Кстати, наше обучение, да, это тоже продвижение, поэтому мы ставим, например, 12 часов, зум, да, я должна здесь быть. Посмотрела, что я должна сделать к этой встрече, и прихожу работать. Не просто прослушать, уйти, забыть, и вообще непонятно тогда, зачем это все. Все первоочередные, то, что важно, и срочно, мы переносим это в ежедневник в первую очередь. Дальше мы смотрим, что для меня важно. Либо мы, даже не так, что срочно нужно сделать. Опять же, для семьи, для меня, для дома, для всего. Ну, срочно, вот срочное дело. И это срочное дело можете сделать только вы. Иногда срочное дело можно делегировать. Платаемся иногда за все абсолютно, тем самым вредим своим близким. Если мы будем делегировать какие-то вещи своим близким, мы таким образом еще и налаживаем отношения в семье. Потому что мы даем понимание. Во-первых, мы можем показывать, как я веду ежедневник, и тем самым показывать серьезность моих дел, поступков. И сказать, вот смотри, у меня никак на это нет времени. Сделай, пожалуйста. И с удовольствием это сделают. Потому что не просто вы там приказали, и сами непонятно, чем занимаетесь. Сидите там, сериалы смотрите. А вы показываете, что вы в деятельности. И это вот важно сделать. Но я не могу. Если вы будете таким образом поступать, то у вас каждый день будет расписан. И вы сюда обязательно отдых включаете. Вы понимаете, вот это свободное мое время. Мое свободное время. Когда я могу позволить себе все, что меня наполняет, вдохновляет. Каждый день. Потому что это вы. Потому что инвестиция в себя, времени и денег, это самая правильная инвестиция. Ну и теперь, смотрите, как заполняется, если мы про бизнес, как заполняется этот ежедневник. Я вам это уже давала. Но повторюсь. То есть можно это называть альбом семьи обращений. И распечатать его. И там будут листы такие. Но я думаю, что вы можете просто легко, если кто-то этого не делал, завести список знакомых, тетрадочку, либо продолжить, кто уже это делал. Можно думать, где взять людей, и постоянно быть озабоченным. А я знаю очень успешных директоров, которые построили свой бизнес только на списке знакомых. Потому что грамотно его вели. Давайте повторим еще с вами, как грамотно вести список знакомых. Что мы должны здесь указать? Давайте вспоминать. Эту тему я давала, но давайте вспоминать. Так, контакт. Степень знакомства. Одноклассник, сосед, учительница. Хорошее качество. Зачем эта строчка? Во-первых, чтобы делать комплименты. А во-вторых, чтобы приучать себя видеть хорошие стороны, хорошие качества в любом человеке. Наша деятельность – это видеть хорошее качество у каждого человека. Открывать каждого человека с лучшей стороны. Это то, чего ему не хватает в жизни. Чтобы не было конфликтов, чтобы не было непониманий. Вот, представьте, приходит вредный такой человек к вам. Он для всех вредный. А вы вдруг увидели, что он классный в чем-то. И вы ему начинаете об этом говорить. Он привык, что его везде недолюбливают, что его не понимают, что он вот какой-то не такой. И вдруг для вас он хороший? А вы знаете, что каждый человек в своей основе хочет быть хорошим. Когда мы начинаем видеть в человеке хорошее качество, мы начинаем его раскрывать. Почему из-за на спине уходят люди? Потому что они видят вот эту теплоту, они видят, что к нему хорошо относятся, он начинает звездить там или она. Потому что он такого никогда нигде в жизни, ну, раньше с этим не встречался, потому что в обыкновенной жизни видят недостатки. Поэтому, чтобы сделать комплимент, вы поработаете, потому что мы будем делать комплименты, будем его хвалить за что-то хорошее. Но это хорошее надо в нем отыскать, увидеть. И поэтому вот это очень важно для нашей деятельности. Вообще все очень важно для нашей деятельности. Степень знакомства вам нужно будет для того, чтобы проанализировать, а кто к вам приходит больше всего. Может быть, из какого периода в жизни. Может, там, из детства, из юности или там зрелости. Понимаете, вот тоже ведь важно, кто приходит. Родственники, кого больше, кто вам больше доверяет. На самом деле, это кто вам больше доверяет. Понимаете, кто к вам приходит. Дальше. Мы определяем бизнес-продукт. Мы думаем, мы определяем. Интересно, а что этому человеку может быть интересно, бизнес или продукт? Здесь мы определяем. Мы так думаем. То есть, вот когда мы заполняем список знакомых, мы так думаем, что человеку интересен бизнес, или человеку интересен продукт, может быть. Или ничего. Чисто наше субъективное мнение. Дальше идет 7 граф. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И примечание. В нашем окружении есть люди. Может быть, мы с ними работаем, может быть, мы с ними как-то общаемся, либо нам кажется, что им это точно надо. Мы начинаем их душить, этих людей. Своей информацией, своей любовью, своей заботой и опекой. Начинаем говорить, ну тебе это надо, тебе это надо. Этот человек уже не знает, куда ему от вас спрятаться. Блин, он уже готов переехать, наверное, в другой город, чтобы вы больше не встречались с ним, потому что на эту тему уже не хочет говорить. Пока мы не увидим вот этого, мы не понимаем, что происходит. Ведь важно увидеть вообще себя со стороны. Смысл такой, что вот появился в вашем окружении человек, либо вы из списка знакомых кого-то берете, и если вам страшно получать отказы, то это можно научиться сделать. То есть есть два подхода. Один это звонить или начинать общение с людьми, которым ничего не надо, и не надеяться, что он согласится, поэтому вы ничего не теряете, вы просто говорите ему сначала заготовленный текст, но он должен быть ваш, и сначала обращаться к тем людям, которым ничего не надо, по вашему мнению, и спокойно ждать, что вам говорят, скажут, нет, не надо, да, ничего не надо. Но если из этих людей кто-то согласится, это будет для вас подарком. Но вы научитесь делать свое предложение, то есть это как тренинг такой. Вы не ждете, да, вам сейчас точно скажет нет, и поэтому такой тренинг. Другой вариант. Вы можете выбрать из этого списка, это я так делала, я сначала вносила в список тех людей, с которыми хотела чаще общаться, которые мне были близки по духу. Мне хотелось, чтобы мы контактировали больше, потому что мне не было времени с ними как-то встречаться, ну, в прошлой жизни, когда я там работала, вот и до. И мне захотелось, вот чтобы эти люди были в моем поле, и я с этого начинала. Но здесь важно 7 касаний. Вы с разных сторон, предположим, человека пригласили на марафон, предположим, ну, он сказал, нет, не могу, не хочу, или не отреагировал. Вы можете пригласить его куда-то на другое какое-то мероприятие, либо просто поговорить по телефону, узнать, как у него дела, не предлагать сразу решить проблему у него. Проблемы наверняка у каждого есть. Наша задача выслушать и записать это в примечание. Например, первый раз мы с человеком общаемся, мы где единичка ставим дата, дата, а в примечании карандашом ставим то, о чем у нас шла речь. Вернее, что человек говорил вам, в чем вы можете ему помочь, но вы пока не реагируете на это. Вы просто выслушиваете. Один вариант. Опять то, что рекомендует Олег. Вы говорите, хорошо, ну, например, человек говорит, ой, нет, сейчас. Хорошо, мы с тобой можем еще связаться, там, через, через, как тебе лучше позвонить, через месяц, через год, и вы эту дату уже планируете, вторую, второй разговор, вторую встречу, либо встречу, вы планируете, и уже в ежедневник это себе вносите, тот самый главный инструмент. Эту дату вы вносите, чтобы не забыть, именно в это время позвонить человеку, как вы только, как вы, когда вы с ним договорились об этом. Второй вариант. Вам человек рассказал о своей проблеме, вы его выслушали, и записали эту проблему, и через день, через два, через три звоните ему и говорите, до сих пор думаю, что у тебя там произошло, я могу тебе помочь, давай, хочешь, мы либо встретимся, либо я тебе контакт дам человеку, то есть это в зависимости от его проблемы, то есть вы проявляете заботу, потому что если вы позвонили, человек он начинает жаловаться, и вы тут же даете вариант, все, это продажа, ага, вот понятно, что позвонил, если вы позвонили, выслушали, все нормально, пообщались, вы действительно его выслушали, и вы поняли, в чем нужна ему помощь, и вы искренне хотите помочь ему, а не подписать любыми судьбами, то вы найдете слова, как преподнести, как сделать предложение, если мы хотим подписать, мы думаем, как сделать предложение, если мы хотим помочь, нам думать не надо, мы знаем, как ему помочь, разницу чувствуете? Нам не надо думать, мы знаем, как помочь человеку, если у нас есть ответ на этот вопрос, сегодня людям нужна искренность, если вы искренне заинтересованы в его результатах, в здоровье, в улучшении жизни, вас услышат. Не всем это надо, вы должны понять, что наше дело не мотивировать и не убеждать, а помогать тем, которым действительно нужна помощь, разобраться или там еще что-то. Итак, у вас постоянные, то есть вы планируете звонки, предположим, или встречи, или письма на основании своего списка знакомых, и вы планируете вторую, третью, четвертое касание, потому что это непонятно будет, встречи или зума, или что это, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое касание в ежедневнике тоже. И у вас заполнен ежедневник, у вас пополняется список знакомых, потому что вы, если ведете активный образ жизни, если вы куда-то ходите, путешествуете, у вас постоянно новые контакты возникают, постоянно. Вы можете брать у людей рекомендации, которые получили результаты, предположим, да, или, например, ему ничего не надо, но вы можете всегда спросить, есть ли у тебя в окружении кто хочет зарабатывать деньги. Вы же можете брать просто рекомендации, вы даже можете звонить первый раз людям своим знакомым и спрашивать, у тебя есть кто-то, кто хочет доход повысить, или кому интересно здоровье, тема здоровья, сейчас у меня тема очень интересная. Вы можете человеку даже не предлагать лично. То есть это уже вот ваши, ваши, да, ваши такие фишечки будут. Но система, она работающая, проверенная, и она для всех подходит. И тогда не будет вопрос, а где брат людей? Они вот рядом. У нас с людьми соединяют тоненькие такие ниточки невидимые, потому что отношения между людьми, это, ну, это тайна какая-то, правда ведь? У вас же были такие случаи, вспомнил человек, а вдруг он раз и объявился. Давайте заниматься бизнесом легко, да, управляя, опять же, берем на вооружение энергетику. Можно напрягаться, стучаться, делать много-много усилий по поиску людей. Там такая усилия, сейчас потом выдохнуть, потом нужно три дня. Сколько тебе понадобилось дней, чтобы восстановиться? Пять дней, да? Пять дней, чтобы восстановиться, понадобилось, потому что перенапряжение. Я за то, чтобы мы не перенапрягались. Давайте удовольствие получать. Это правда, можно получать удовольствие, удовольствие, ну, постоянно, потому что, что может, что может быть интереснее, чем выстраивание отношений? Ну, по-моему, это же так интересно, когда ты негатив переводишь в позитив, когда ты видишь, что вот человеку плохо, он не умеет улыбаться, и вдруг благодаря тебе он начинает светиться. Ну, это же, понимаете, какая? Ну, это волшебство, и мы с вами волшебники, и мы можем этот бизнес сделать легким и именно волшебным. Без этого нельзя. Потому что, смотрите, без вот этого, я как вижу сейчас людей, распыленные, нету структуры, у человека нет сегодня структуры, потому что информация везде, и он за каждой информацией вот так вот где-то, понимаете, старается что-то ухватить, а она как пыль. И человек сам распадается на частицы. Структурировать и собрать человека может только система. помните спиральную динамику мы проходили с вами? То есть мы берем из каждого уровня, из каждого уровня вот эти инструменты, и находясь на зеленом, или даже выше, мы управляем, используем, вернее, вот эти инструменты, которые должны быть. Уровень. мы пройти обязательно должны, либо мы не поднимемся просто выше. А сильний уровень это как раз система. Только вот эти два инструмента помогут вам освободиться сейчас от рутины и понять, что у меня все под контролем. Можно контролировать, понимаете, держать в голове и стараться контролировать все, и никак вы с этим не справитесь. А можно голову освободить, перенести все на бумагу, и у вас все будет под контролем. При этом вы будете творчески свободны, вы можете заниматься вот креативом и творчеством, потому что у вас голова будет свободна. Кого я уговорила вести ежедневник? Интересная жизнь, здоровье, деньги, саморазвитие. все есть у нас. Выслушать и дать решение задачи человеку. Дать так, чтобы ему было приятно взять. система, которая проверена, проверена, работает. Я вам хочу сказать, я за 18 лет список знакомых составляла три раза сначала. Вот когда у меня какая-то остановка случалась, я начинала все сначала. чувствую стопор какой-то. Куда-то делись люди. Бывает же такое, куда-то делись люди, непонятно. Очередной кризис, куда-то делись люди. То ли затихарились где-то, ждут, выжидают. Но я-то не буду выжидать. Мне важно работать, поэтому у меня опять с самого начала я пересматриваю список знакомых, я составляю новый, я начинаю работать, и у меня появляются новые люди. Кризис проходит, старые возвращаются, кто-то, новые разбиваются. Все зависит от нас лично. Вам никогда не нужно осмотреть, работает человек, не работает, что-то у него случилось, или он передумал, или там еще какие-то... Вообще вас это не должно волновать. Ваша задача помочь вашим людям, кто хочет развиваться, не тащит за уши того, кто по каким-то причинам передумал или не хочет развиваться. Тогда у вас будет всегда хватать энергии. Потому что, когда вы будете в энергии, вы будете двигаться, то те люди, которые приостановились, они за вами пойдут. А если вы сдулись, и вы ждете, что за вами никто не идет, у вас этой энергии нет, все стоп называется. мы двигатели, мы локомотивы, мы вот эту точку Б, когда видим, мы туда идем, и дальше уже либо с нами вместе идут, но к своим целям, люди должны идти к своим целям, и вдохновлять мы можем только тем, что показываем, что я туда иду, эту цель можно достичь, твою цель можно достичь, если мы будем рядом идти. Потому что там тоже твоя. Приучите себя, пока вы не вышли на уровень, когда у вас вот вы подумали и случается, переделать это в бумажном варианте. Только благодаря списку знакомых вы можете построить большой бизнес. Правда, вам не надо даже париться на том, где брать людей. Именно так. Мы не видим простых вещей, которые лежат перед нами. Опять же, вспоминайте, велосипед, он едет, он классный, он показал свою... Он едет уже, посмотрите, больше 20 лет. Прямо такой надежный велосипед-то, хороший. Не надо его переделывать. Научитесь на нем кататься и все. И вы никогда не потеряете вот этот навык. ошибочное мнение, что сейчас вот раз время интернета, значит, люди только в интернете. Да нет, ребят, все равно люди все основные к вам придут из вашего окружения. Интернет нужен, личный бренд нужен для другого, чтобы показывать, как вы меняетесь этим же вашим знакомым. потому что, например, вы сейчас делаете предложение в таком состоянии, когда вы еще не уверены, когда вы сомневаетесь, когда у вас много страхов, и, предположим, седьмое ваше касание с этим человеком будет, когда вы совершенно там приедете с какой-нибудь поездки, да, в прекрасном состоянии, с уверенностью, и с этим же человеком вы будете контактировать. А если вы будете надеяться, что к вам вы сейчас начнете что-то делать в интернете, и к вам прямо набегут люди незнакомые толпами, этого не случится, потому что они не будут видеть ваших изменений. Вдохновлять чем? Своим примером, своими изменениями, и все, и от вас уже будут слышать, вы навык приобретете, навыки другие, по-другому будете разговаривать, по-другому будете доносить информацию, у вас ценности поменяются, вы увидите что-то другое, видение свое передадите. Какая бы красивая страничка ни была, чтобы на нее пришли, знаете, сколько надо денег? А это все бесплатно вообще. Нужно ваше время выделить, купить, проинвестировать в ежедневник хороший, и все. И дополнять список знакомых. едете в поезде, дополнили список знакомых, подзнакомились в самолете, дополнили список знакомых, пошли в парк гулять, сели на скамеечку, познакомились с кем-то, дополнили список знакомых, все, в лифте даже можно познакомиться и внести кого-то в список знакомых. Вы будете видеть людей, вы будете видеть, что людей много вокруг. А как только ваш ум поймет, что людей много, вам сразу станет не страшно заниматься этим бизнесом потому что где это много и все говорят про здоровье хотят купить что-то более дорогое или более качественное поработаете со списком знакомых за выходные вы еще кого-то вспомните обязательно дополните не обязательно прямо знаете как есть такие требования 300 контактов сразу поставить напишите 100 человек 100 человек в своем окружении вспомните при этом вы можете вспоминать и школу диски со родственников своих запишите 100 человек первых сегодня уже посмотрите давайте а потом будете рассказывать про чудеса которые будут происходить ну и конечно внесите в расписание уже тех людей с кем вы будете созваниваться с кем будете общаться пока не предлагая бизнес просто поговорите просто запишите примечание чем человек живет что его беспокоит о чем он тревожится но чтобы уже понимать что вы нужны всем вы всем нужны от этого понимания что вы нужны всем вам тоже станет намного легче просто не торопитесь по традиции желаю вам хороший выходных отдыхайте отдыхайте наполняйтесь воодушевляйтесь да 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 и учителя и учителя и ученики у кого-то да и родственники соседи одноклассники вспоминайте вспоминаете хороших людей их много по вашей жизни было очень много хороших людей но и может быть не очень хороших как вам казалось сейчас новой стороны вы на них посмотрите поищите хорошее качество поймете что человек хочет быть хорошим помогите им быть стать лучше